Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. И сегодня мы вместе с вами вспоминаем святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. И вот сразу говорю, что есть такая сокровенная тайна, с которой мы встречаемся, когда берем в руки священное писание, которое оставил нам евангелист Иоанн. И очень трудно выразить всю ту глубину, которую вложил святой Иоанн в свои писания. И вообще трудно отразить тот подвиг и тот смысл жизни, жизни духовной, которую вел евангелист Иоанн. И даже самые ученые умы, они останавливаются в такой вот нерешительности, потому что они не могут достойным образом воспеть вот то, что явил святой Иоанн. Он назван богословом. Он единственный из учеников Христовых назван богословом. И он же апостол любви. И на самом деле здесь такое удивительное созвучие. Вот почему евангелист Иоанн — это апостол Иоанн, богослов, мы говорим. Да потому что он свидетельствует о самом главном. Не просто родился Сын человеческий на земле, который спасает людей от грехов их. Не просто родился праведник, а родился сам Господь, Бог предвечный. Родился для нашего спасения, чтобы искупить наши грехи. А кто есть Бог? А Бог есть любовь. Вот поэтому-то Он и родился на земле по величайшей любви. Бог есть любовь, поэтому апостол, который пишет о воплотившемся Боге, он и пишет о Нем как о любви, идущей ради людей до конца. Вот подлинная любовь — это не просто какое-то такое отвлеченное сочувствие, когда ты сидишь там где-нибудь у себя на диване, всех жалеешь, но при этом ты отстранен от них. А подлинная любовь, она непременно в чем-то выражается. Подлинная любовь — это непременно некое такое вот волевое личное усилие и проявление себя в каком-то деле любви. И вот Господь Бог, который весь есть любовь, Он и не сходит на землю, дабы людям вернуть утраченный рай. Он сам становится человеком, дабы понести наши скорби, страдания, нашу земную несправедливость, принять на себя все ужасы человеческих грехов, последствия человеческих грехов, ужас страданий, и через это спасти нас от глубин ада. Вот в этом и выразилась тайна сокровенной Божьей любви, любви жертвенной. Именно это воспевал апостол Иоанн Богослов. И поэтому в его сочинениях он постоянно говорит, что только любящий пребывает с Богом. А если ты ненавидишь брата, которого видишь, то как же ты можешь говорить, что ты любишь Бога? Тот, кто в ненависти, он не познал Бога, ибо Бог есть любовь. И вот как можно говорить о любви к Богу, если у тебя мысли злые, слова скверные, а дела просто ужасные. Поэтому подлинная любовь, любовь, она непременно выражается и в мысли, в чистой доброй мысли, и в слове, милостивом, сострадательном слове, и в делах, в делах проявления любви. И вот это и пытается донести до нас святой апостол, евангелист Иоанн Богослов. И действительно, вот сразу вспоминается, как Достоевский в «Преступление и наказание», да, он описывает Раскольникова, Родиона Раскольникова, который, ну знаете, вот он переступил через свою совесть, он думал, что для блага людей можно убить кого-то, кто пользуется средствами, по его мысли, несправедливо. Достоевский в каком-то смысле предвидел, что вот в будущем люди так и будут путем революции, пытаться у кого-то отнимать средства, убивать, казалось бы, лишних людей и вот пользоваться их накоплениями якобы для того, чтобы прокормить голодных. А в этом страшное заблуждение. И Раскольников в конечном итоге мучается и страдает сам, а преображается он через то, что сам в конце концов просит Соню почитать ему про чудо воскрешения Лазаря. Именно это описывает евангелист Иоанн Богослов. И вот это ключевой момент такой в романе «Преступление и наказание». Почему? Потому что это некий вот символ, образ воскрешения души самого Раскольников. Он, убивая другого, убил самого себя. Он свою душу убил. А обращаясь ко Христу, через покаяние он обретает воскресение. И вот Достоевский, который сам на самом деле, поначалу-то он тоже жил такими революционными идеями. И потом, когда был за это вот наказан, приговорен к ссылке, то, находясь в ссылке, не было другого чтения, кроме Евангелия. И открыв Евангелие, он обнаружил Христа. И вот именно Евангелие от Иоанна, оно тоже оказывало совершенно особое действие на него. Так вот, Евангелист Иоанн, кто же он? Мы знаем, да из всех четырех Евангелий, что он со своим братом считается, что Иаков, это был его старший брат, они сыновья Зеведеевы, так мы читаем в Евангелии, то есть их отец по имени Зеведей, а маму их звали Соломия. Есть, конечно, даже такие вот некоторые древние предания. Мы не будем утверждать, так это или нет. Просто вот есть такое предание, что Соломия, она была дочерью от первого брака Иосифа Обручника. Вот у него же когда-то был брак, были, соответственно, дети, и вот в том числе и дочери были, а потом уже как престарелый он принимает Пресвятую Деву Марию, но он не вступает с ней ни в какое, собственно, супружеское сожительство, он сохраняет ее девство. И Евангелие это прямо, конкретно подтверждает, что Пресвятая Дева, она была Дева, но вот от первого брака были дети, и есть такое предание, что Соломия как раз была дочерью Иосифа. Соответственно, ее собственные дети, в частности Иаков и Иоанн, они находились в каком-то вот родстве по отношению к Спасителю. Но если мы читаем, что братья Господни, вот это именно те, кто от первого брака Иосифа Обручника, там Иаков, Иосия, Симон, Иуда, вот так вот, насколько я помню эти имена, они еще не веровали во Христа. А вот Иаков и Иоанн откликаются практически сразу. И мы знаем, что они были учениками святого Иоанна Крестителя. То есть, душа их, она вот не удовлетворялась вот этим законничеством, которое наблюдали вокруг, искала чего-то искреннего, чего-то более чистого. Конечно, Иоанн Креститель был строгий подвижник, строгий аскет, но он говорил правду, и вот эта вот правда, собственно, и привлекала. И здесь видели за простым образом жизни святого Иоанна Претечи, видели некую вот жизненную правду, что с ним действительно Господь. И его молитвы действенны, его слово, действительно, это как вот Божие пророчество. И поэтому Иаков с Иоанном оказываются среди учеников святого Иоанна Крестителя. И именно Иоанн Креститель своим ученикам, среди которых апостол Иоанн Богослов, ну и первым, конечно, тоже был Андрей Первозванный, брат Петра, а он показывает им на Христа и говорит, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть Иоанн Креститель сразу показывает, кто же есть истинный Мессия. И святой Иоанн, он уже начинает искать более тесного общения со Спасителем. И потом мы знаем, что Христос призывает уже их непосредственно, вот как Он призывает Петра и брата его Андрея, также призывает Иоанна и брата его Иакова. А когда? Когда после рыбной ловли, и вот отец их починивал сети, после каждой рыбной ловли нужно было промывать сети, чинить. И Спаситель призывает и говорит, вот следуйте за Мною, я сделаю вас ловцами человеков. И они тут же оставляют все, да, то есть вроде бы они были включены в эту вот простую человеческую земную жизнь, вот разные там промысел, нужно добывать пропитание, нужно трудиться, и вот тут же отец рядом. Но как только Христос их призывает, они тут же откликаются и тут же идут. Они оставляют все, но зато и приобретают они на самом деле все, все в духовном, вечном смысле. И вот святой Иоанн, это вот трудно описать, но он действительно становится самым любимым учеником. В Евангелии от Иоанна, так мы читаем, что ученик, которого любил Иисус. Но апостол Иоанн, он пишет себе как бы в третьем лице, чтобы не говорить, вот я, я о неком таком третьем лице, прикрывая себя. Но это давно уже святыми отцами все расшифровано, и библеисты, ученые это тоже подтверждают. Речь идет о нем самом, конечно же. И, собственно, он это свидетельство и сохранил. А почему он самый любимый ученик? Ведь Господь, ведь сущность Божия, можно сказать, и есть любовь, а любовь, она на всех изливается. Вот как солнце всем являет свои лучи, неважно, кто грешный или праведный. И на земле, допустим, может быть грязь, но солнечные лучи тоже подают свой свет и этой грязи. Только грязь, вот, к сожалению, не всегда желает перестать быть грязью, тогда как Господь любит каждого. Вот любит каждого, но не каждый-то свое сердце открывает навстречу этой любви. И даже ученики Христовы, вот одиннадцать, они все очень по-разному относились к Спасителю, и не всегда Господь мог положиться на них. Вот это, конечно, звучит очень страшно, что, оказывается, Господь на нас не всегда может положиться, потому что мы далеко не всегда надежны. А вот апостол Иоанн Богослов, он был верен до конца. И в этом причина, что его-то Господь и любил больше, потому что он сам любил Христа больше других. Поэтому Спаситель в любой ситуации мог положиться на апостола Иоанна Богослова до конца. В этом ключ и в этом объяснение вот этой вот особой любви Господа к нему, потому что таково было сердце самого Иоанна открыто, искренне. Конечно, это не значит, что он был святой Иоанн в то время, он еще юноша, конечно же, такой вот самый молодой. Если Петр тот уже зрелый человек, то Иоанн это юноша, Иаков брат его, он старше, другие тоже апостолы были старше его. Но не надо говорить, не надо думать, что он такой вот совершенно без ошибок, без грехов был. И мы видим, в некоторых случаях он проявляет такую неумеренную ревность со своим братом. Ну, собственно, вот даже это наименование было присвоено Вуанергес, то есть сыны Громовы. Гром, он очень быстро вот являет такую свою силу, потрясающую все окрестности. И ученики Христовы, они ревновали о Господе. Вот, допустим, был такой случай, когда в Самарийском селении спасителя не приняли. И тогда Иоанн и Иаков подходят ко Христу и говорят, вот Господи, хочешь ли мы, скажем слово, и вот низведем огонь на это селение, как и Илья сотворил. Ну, действительно, Илья, он там трижды уничтожал по 50 воинов, которые приходили схватить его. Ну, и не только до этого, там тоже он строго карал валовых жрецов. Там 400, по-моему, их было жрецов валовых. То есть Илья, пророк, это был такой строгий ревнитель славы Божией. И поэтому всякое заблуждение, всякое нечестье каралось достаточно жесткой. Вот, когда Иоанн и Иаков, ученики Христовы, вот они видят, что спасители не принимают им горько и обидно за Господа, что вот его люди не принимают, а ведь он же несет только, он исцеление, да. Он избавляет их там от бесов, он исцеляет прокаженных, он все дает только то, что на пользу людям, а тут его не принимают. И вот они думали, что, может быть, явим такое знамение и страшное чудо, которое сможет искоренить, так сказать, вот это вот селение, быть уроком всем остальным. И Господь их ревность приостанавливает и говорит, нет, ибо не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И вот это вот все святой Иоанн, он воспринимал своим сердцем, понимаете, да, у него была ревность иногда тоже такая вот неумеренная, но он с этой ревностью спешил к самому Христу, он не произносил какого-то карающего слова на это самарянское селение, на других каких-то людей, которые не принимали Господа, он вот с этой своей горечью спешил опять-таки к Господу Иисусу Христу, перед Ним открывал свое сердце, с искренностью говорил, вот, и залагал то, что на душе, и принимал от Господа ответ, говорит, что у вас иной дух, наш дух это не дух возмездия, не дух жесткой кары грешникам, а дух сострадательной любви, и эта любовь будет преображать мир. Вот как даже, знаете, Наполеон, который поначалу, он вообще, конечно же, чужд был священного писания, да и некогда, политика, завоевание, а потом, когда все рухнуло, вот на острове Святой Елены, он уже стал брать в руки Библию, и образ Иисуса Христа его просто поражал. Вот когда к нему приезжали знакомые его генералы и рассуждали, вот они потом некоторые записали эти воспоминания, он просто говорил, что я поражен Иисусом Христом. И я вот чем больше всего удивлен, говорил Наполеон, тем, что вот на протяжении истории все, те, кто пытался основать империю, они основывали свои империи за счет насилия, будь то Александр Македонский, Кесарь Август, Карл Великий, вот я сам, Наполеон, мы пытались создать большие империи, но за счет чего? За счет насилия, да, за счет того, что проявляли жесткую силу, проливали кровь, кто-то страдал и плакал, и в итоге все равно все рушится. И вот только Иисус Христос, говорит Наполеон, он свою империю основал за счет любви. Ну, империя имеется в виду, конечно, не в государственном смысле, не в земном, а в смысле церкви, которая на земле распространилась, и христианская вера покорила все уголки земли, пусть еще не все принялы, но христианство распространилось и распространяется, а за счет чего? Именно за счет любви, за счет того, что образ Христа привлекает, в нем есть что-то удивительно чистое, преображающее, любвеобильное, и вот это становится началом преображения людей. И вот этот вот дух как раз спаситель и передает апостолу Иоанну Богослову, и мы видим, что он в числе трех ближайших учеников, вместе вот со своим братом Иаковом и с апостолом Петром, он присутствует при воскрешении 12-летней Атраковицы, то есть то, что вот еще не все могли сразу понять, такое уникальное чудо, он присутствует на горе преображения, на Фаворе, где спаситель являет свою удивительную славу, являет свое предвечное божество, и таким образом вот Иоанн, святой Иоанн, как и Петр и Иаков, становится тайнозрителем, созерцателем божественного света и свидетелем вот этой вот незреченной любви, потому что любовь, она являет себя как свет. Вот когда человек любит, то у него в душе свет, а ненависть — это тьма, это мрак. И вот Иоанн, он воспринимает этот свет всей душой и несет его как свидетельство любви, он же впоследствии становится свидетелем с Петром Иаковым гефсиманского моления Христа, когда уже наоборот, здесь величайшая такая немощь, перестраданиями, спаситель предчувствует грядущие муки и грядущую смерть, и ему тяжело, по-человечески тяжело все это принимать, и вот он в борении в этом величайшем молится, но все-таки говорит «Отче, не как я хочу, но как ты». И вот эта вот тайна моления гефсиманского, она приоткрыта была святому Иоанну также. И мы знаем, что можно много говорить, конечно, что на пути еще к Иерусалиму вместе с Исааковым, тоже с таком вот, ну, может быть, проявлении несовершенства, он говорил «Господи, дай нам в царстве Твоем сесть одному по правую, другую по левую руку от Тебя». И Спаситель говорит «Не знаете, чего вы просите, можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я буду креститься?» Они говорят «Можем», они еще не понимают, но они говорят, что «Да, вот мы хотим все Твое принять, Господи, все, что Тебе, вот мы за Тобой последовали, и мы хотим приобщиться всему, что у Тебя, то есть и чаши Твоей, и крещению Твоему, а он там предвещает им мученическую чашу, чашу страданий и крестной смерти». Вот, кстати, брат Иоанна Богословы, Иаков, Иаков сын Зеведеев, он первый из учеников Христовых, из 12 учеников пострадал, он был убиен самым первым, а апостол Иоанн, он как раз пережил уже всех остальных апостолов, то есть вот такая вот разница, что первый брат, он раньше всех принял мученическую кончину, а Иоанн Богослов, вот второй брат, он как раз проходит через весь этот путь, он становится свидетелем жизни церкви, видит, как другие страждут, он исповедует, сам страдает, но Господь сохраняет его жизнь до самого конца, примерно это сотый год, когда он покидает земной мир, вот, и Спаситель говорит, что да, вы будете пить чашу, которую я пью, будете креститься крещением, которым я крещусь, но сесть по правую и левую стороны от меня, не от меня зависит, но кому уготовано, то есть здесь Спаситель его тоже в каком-то смысле их смирял, но Святой Иоанн именно все это усваивал эти уроки, и поэтому на Тайной Вечере он находится действительно ближе всех ко Христу, он настолько был близок, что слышал биение сердца Спасителя, потому что он возлежал вот прямо возле груди Христовой, тут надо представлять, что не было вот таких вот столов, как у нас, да, вот в тех странах возлежали, возлежали, отдыхая во время вечерней трапезы, и именно Святому Иоанну Господь, Господь приоткрывает, кто предатель, вот Петр просил, просит незаметно так вот, Иоанна, ты вот узнай, кто же предаст все-таки, ведь помните, они спрашивали, и именно Иоанну Господь приоткрывает это, но Святой Иоанн как раз уже он принимает волю Божию полностью, он не пытается как-то противостоять, противоречить, не пытается проявить какой-то гнев к Иуде, то есть мы видим, что он последует за смирением Христовым до конца. И вот почему же он любимый ученик? Да потому что он единственный следует за Христом вплоть до Голгофы, он во дворе первосвященника присутствует, но не боится и не отрекается, он как бы веряет себя всецело в руки Божии, понимая, что он следует тем же самым путем за Спасителем, и поэтому вот как-то обычно мы даже так вот забываем, но именно он, а ведь его тоже могли схватить, понимаете? Его тоже могли схватить, и все могло решиться и закончиться очень быстро, чисто по-человечески, если брать, но когда вера становится выше страхов, то Господь такому человеку помогает и сохраняет его до конца, и поэтому-то Спаситель, кому бы Спаситель еще бы и поручил свою Матерь, если здесь стоит, собственно говоря, вот только единственный из учеников, и Спаситель в крестных муках, будучи распростерт на кресте, говорит «Жена, все сын твой», обращаясь к ученику твой, говорит «Все Матерь твоя», то есть он поручает своему ученику Пресвятую Деву для такого земного охранения, чтобы он опекал ее, оберегал, а в лице на самом деле апостола Иоанна все христиане, все те, кто любит Божью Матерь, они тоже усыновляются ей. И вот известно, что именно дальше, вот после воскресения Христова, Пресвятая Дева, она жила именно рядом со святым апостолом Иоанном Богословом, он ее поддерживал, помогал, вплоть до ее успения. То есть вот в чем суть, в том, что на него можно было положиться до конца, ему можно было верить все до конца, все самое дорогое, драгоценное, бесконечно важное, и поэтому-то он и оправдывает вот это имя, что он любимый ученик, и он сам есть апостол любви, потому что в сердце его и была любовь. Конечно, вот дальнейшая жизнь святого Иоанна, она тоже под таким вот покровом, может быть, тайна, есть очень много преданий, известно, что после успения Божьей Матери он жил и проповедовал в Эфесе, то есть не просто вот в одном городе Эфесе, а вообще в малазийских местах проповедовал малазийским язычникам, и они принимают веру Христову, он неоднократно подвергался гонениям, различным пыткам, истязаниям, но Господь сохранял его жизнь, он пребывал на острове Патмос вместе с учеником своим Прохором, и именно там было дано ему откровение от Бога, то, что и записано как апокалипсис, но сразу скажу, что эта книга очень таинственная, такая вот наполнена особой символикой, ее нельзя понимать буквально, ее можно прочитывать только с толкованиями святых отцов, вот в частности святого Андрея Кисарийского, а входить в какие-то вот от своей головы объяснения не стоит, иначе можно зайти слишком далеко и послужить дьяволу как отцу лжи. Причем, да, действительно, он вначале пишет откровения, потом он пишет три соборных послания. Главное свидетельство какое? В том, чтобы иметь любовь. Если нет духа любви, то нет духа Христова, а если ты не имеешь духа Христова, да, то значит, ты чушь самого Христа. А как узнаем мы, что в нас присутствует любовь Божия? А это когда мы любовь проявляем к ближним, к тем, кто находится рядом с нами, потому что если мы ненавидим тех, кто рядом с нами, да, если наше испорченное сердце так вот болезненно реагирует на всех, то что же за дух любви в нас живет? И в последней, вот самой последней книге он как раз и пишет свое Евангелие. Получается, что это вообще одна из последних книг Нового Завета, а может быть и самая последняя. Да так оно и есть, потому что апостол Павел уже послания свои написал, соборные послания были написаны, евангелисты тоже до него. То есть получается так, что Евангелие от Иоанна – это заключительная книга Нового Завета, и пишется когда? Когда приходят к нему малазийские христиане, вот они приносят три уже известных Евангелия, другие писания, и просят изложить то, что еще не было описано. А потом ведь возникали уже какие-то заблуждения, различные апокрифические Евангелия, и были такие лжеучения, которые утверждали, что Христос просто казался человеком, а не был реальным человеком. И вообще кто же был на самом деле Христос? И вот евангелист Иоанн, он как самую главную драгоценность, как может быть даже сердце всего Нового Завета, пишет свое Евангелие, которое излагает, кто же есть Христос. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Он именует Христа Словом, подразумевая, что Он есть Сын Божий. Вот как от человеческого ума рождается Слово, когда мы произносим Слово, какое-то осмысленное Слово, это вот изречение, как рождение, из нашего ума исходящее. Вот поэтому таким вот философским немного языком в начале Евангелии Таан выражается, что Христос есть Сын Божий, предвечно, как Слово, рожденный от предвечного Отца. И Он есть подлинный свет, который пришел в этот мир, и Он воспринимает человеческое естество, чтобы жить нашей жизнью, пострадать за нас и воскреснуть. Конечно, святой Иоанн не описывает многое из того, что написали уже три предыдущих евангелиста. Смысла не было. Это уже все было описано, известно, поэтому он не приводит родословный Иисуса Христа, как у Матфея и у Луки. Он не упоминает даже вот таких событий, скажем, о крещении Христовом. О крещении Христовом. Там говорится только косвенно у него, как свидетельство святого Иоанна, крестителя. Он не упоминает благовещение Божьей Матери, события Рождества Христова, сретения Господня, искушение в пустыне. Он не упоминает многих чудес, исцеление больных, освобождение бесноватых от духов нечистых, потому что об этом, обо всем уже было написано в трех предыдущих евангелиях. Он даже не упоминает, собственно, вот на Тайной Вечере, как Евхаристия совершилась. Зато именно он пишет о смысле Таинства Евхаристии. В особой у него главе, это шестая глава, он в качестве, вот это как беседа, Спасителя с иудеями. И Христос прямо говорит, что он называет себя хлебом жизни, который сошел с небес. И он говорит, что хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. То есть вот он пожертвует собой за всех и приобщаясь его к святым телу и крови, мы и приобщаемся к жертве Христовой. И едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Святой Иоанн, он, вот у него, в его Евангелии присутствует такое вот число семь, но не сразу это можно вот заметить. Например, он описывает именно семь чудес, но не те вот чудеса, которые у других евангелистов, а как бы семь чудес, которые у евангелиста Иоанна называются знамениями, указаниями на что-то более высокое. Начинается это с самого первого чуда, чудо в Кане Галилейской, когда Спаситель прилагает воду в вино, и там сказано, что вот это вот первое знамение, которое положил Господь Иисус Христос. Вот чисто внешне здесь что? Это тоже указание на Божество Христа, на то, что Спаситель может прилагать одну материю в другую. Была вода, а стала вином. То есть вот Господь в своей божественной силе прилагает материю одну в другую. Но в сокровенном смысле это вот именно знамение, это указание на таинстве Евхаристии, что было вино, а стала кровью Христовой, которой мы приобщаемся в таинстве Причащения. И вот дальше перечисляются различные чудеса, такие как исцеление сына царедворца, то есть Спаситель властвует, как Бог властвует над любыми болезнями, это как... Дальше также есть чудо насыщения пяти тысяч человек, то есть Господь может сотворить из ничего фактически материю. Он исцеляет также, как некое вот знамение там описывается, что Он исцеляет недугующего, который 38 лет страдал своей болезнью, то есть даже хронические такие закоренелые недуги, они... Ну, ничто перед Господом. Он исцеляет слепорожденного, то есть даже генетические заболевания, они не могут быть, так сказать, вот для Бога каким-то препятствием. Если Господь захочет, Он может исцелить любую болезнь, но на самом деле за всеми этими чудесами вот есть такой вот тоже сокровенный смысл. Ну, например, Он описывает «Чудо хождения по водам», и там совершенно особый такой вот смысл, когда Спаситель, являясь уже на море, они там боятся, что волны их могут утопить, и Он им говорит «Азь есмь, не бойтесь». А на самом деле, если вот это вот по-славянски «Азь есмь», ну, по-русски перевели «это я», там более глубокий смысл. Здесь как раз на самом деле повторяется вот то имя Божие, которое открыто было пророку Моисею в неопалимой купине. «Азь есмь сы», да, вот как переводится еще иногда у нас в славянской Библии, то есть подлинно существующий, тот, кто имеет власть над всем абсолютно, и тот, кто будет являть свое присутствие своим людям. И тотчас лодка пристала к берегу, сказано, читаемый в этом чуде, и это становится как своего рода таким вот новым исходом, как вот рождение нового Израиля, и христиане как новый Божий народ. И вот так вот каждое чудо, повторяем, в Евангелии Танны это некое вот знамение чего-то более сокровенного, глубинного, а самое последнее, седьмое чудо, это воскрешение Лазаря Четверодневного. То есть, да, чисто вот самое такое первое явное значение, что Господь, Он показывает свою власть над смертью. В Его руках жизнь и смерть, и даже какое-то тление, что все уже там, все развалилось, да, уже идет разложение на какие-то стихии материальные. Нет, Господь запросто человека воскрешает, потому что для Бога нет невозможного. Но почему это именно знамение, а не просто вот чудо одинокое? Да потому что это становится знаменем будущего всеобщего воскресения. Как бы ни разложились тела всех почивших, все будут воскрешены силой Христовой, как вот воскрешен был четверодневный Лазарь. Также в Евангелии Танны семь раз Спаситель называет себя вот с каким-то наименованием. «Азь есмь хлеб жизни», да, «Азь есмь свет миру», «Азь есмь пастырь добрый», «Азь есмь дверь, через которую мы входим в жизнь вечную», «Азь есмь путь истины и жизнь». Вот Спаситель, ну, у нас не такая вот прям научная лекция, мы говорим что-то вот по памяти, просто мы говорим, что Евангелие Танна, оно сакраментально в своем содержании, и число семь там присутствует в ряде таких вот ключевых моментов. И даже в наши дни ученые поражаются и становятся в каком-то смысле в тупик, что это Евангелие, оно оказывается содержит в себе удивительную гармонию поэтическую, которую долгое время не могли обнаружить, и ведутся огромные исследования, и так вот все равно люди не могут исчерпать всей той глубины, которая содержится в Евангелии от Иоанна, но самое главное свидетельство – это свидетельство о Боге, который есть любовь. И поэтому именно евангелист Иоанн, он подчеркивает, что Христос всегда учил любви, именно вот в беседе на Тайной вечере Спаситель говорит заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. А в каком смысле? Ведь разве эта заповедь была неизвестна? Разве не заповедовалось любить ближнего, как самого себя? Как самого себя, да, заповедовалось. Но тут Христос произносит нечто совершенно уникальное. Он не говорит, что вот любите ближнего, как самого себя, а он говорит, «Сия есть заповедь моя, долюбите друг друга, как я возлюбил вас». Вот какая здесь вещь. А он возлюбил так, что и врагов он любит, и тех, кто его ненавидит, и тех, кто его не принимает, как в том самарянском селении, и распинатели, о которых он молится, «Отче, простим, ибо не ведают, что творят». И Павла, Саввл, который был гонителем, он его обращает, он тот вроде бы ненавидел, да, верх ненависти человеческой, а Спаситель все равно его своей любовью преображает и духовно его воскрешает. Вот так Спаситель и нам заповедует. Не просто любить, как самого себя, а как Христос, жертвенной любовью, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Конечно, вот они сейчас, это ведь на Тайный вечер произносится, разбегутся. Какие же они друзья? Нет, Христос все равно их называет друзьями. И даже когда, я даже так скажу, когда Иуда, Иуда пришел уже в Гефсиманский сад, чтобы вот схватить вместе вот с этими воинами Христа Спасителя, то Господь, обращаясь к Иуде, говорит, «Друг, зачем ты пришел? Оказывается, Спаситель и Иуду, называет другом». Почему? Потому что сам Господь не считает Иуду врагом, потому что не враждует с ним. Господь есть любовь. Но вот не все на эту любовь откликаются, а зерно и ядро, вот главное, Евангелие Тайны, именно в этом. Не можешь ты спастись, если не обретешь вот этой любви. Не можешь ты спастись, если не прощаешь врагов своих. Не можешь ты спастись, если не победишь в себе злобы и ненависти. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел, ну, потому что дьявол, он не может не ненавидеть, такова его греховная сущность. А если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. И вот вспоминая Евангелие от Иоанна, мы процитируем еще только одни слова. Собственно, вот сам Евангелист Иоанн, он описывает, как бы подводит итог своему Евангелию и сводит их к следующей своей фразе. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь, во имя Его. Иисус Христос есть жизнь вечная. Это жизнь, которая является нам как любовь и как свет. И в познании этой любви и этого света, в общем-то, и состоит подлинное счастье человека. Вот дай Господь всем нам по молитвам апостола Иоанна Богослова приобщиться этому свету, этой жизни, подлинной любви Божией. И всегда благодарить самого апостола Иоанна за его удивительное Евангелие. Ну и, конечно же, к нему самому обращаться с такими словами «Святые апостоли, евангелисти Иоанне Богослове, моли Бога о нас! Аминь!» С праздником вас, дорогие братья и сестры! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok